Мы рады победе, она для нас очень важна, потому что в первом туре у нас неудачно сложилась игра, при большом преимуществе проиграли. Поэтому здесь сейчас может быть качество футбола показали не совсем тот, который от нас ждут, но главное сегодня была победа в непростые условия и душно и влажно и поле достаточно тяжелое. Поэтому хотелось бы поздравить своих ребят с очень важных побед. Пожалуйста, вопросы. Что изменилось в подготовке команды? Философия футбола может быть с переездом, то есть реалии? Ну, если вы берете спортивную составляющую, то ту философию, которую мы прививали с самого первого нашего дня работы, она не поменялась. Да, сейчас добавились более, может быть, квалифицированные футболисты и, например, уже вторую игру мы играем достаточно с ощутимым преимуществом. К сожалению, что, наверное, пока еще есть над чем работать, это, может быть, не совсем хватает физически, потому что концовку первого тайма упустили и пропустили необязательно иглом, что, в принципе, и концовка игры тоже была достаточно нервная. Поэтому есть над чем работать, мы должны более ровно проводить весь отрезок футбола. Еще вопрос. Соловьев опять провел час. Он 90 минут сможет когда-нибудь сыграть? Просто мы замечаем, что и у нас, и у вас он больше часа не выдержит. Ну, у нас-то он достаточно много игр провел, если 90 минут, и были игры, где он проводил и кубковые по 120 минут. Поэтому то, что в прошлом игре мы его далее поменяли, потому что он достаточно много оставляет сил на футбольном поле, он в огромной самоотдаче. Ну, а сегодня, конечно, наверное, не позволило ему именно повреждения, которые он получил в одном из столкновений. Спасибо. Еще вопросы? Александр Васильевич, в первом тайме был заметен крен атак Сочи на правый франг. Здесь заибков, умистров и смещавшийся туда Песегов. Ну, откровенно говоря, разрывали Берекова. И первый год так пришел, подавляющая часть угловых тоже с правого франга. Все-таки было какое-то наметки, какие-то тренерское задание, потому что все-таки Береков, Мороцов. Береков только свой первый матч проводит в фанаре, а Мороцов это совсем другой опыт игры. Ну, можно сказать, что было здесь. Да, это было одним из планов на игру, потому что мы разбирали факел в прошедшей игре, и именно здесь была одна из проблем факел. Поэтому мы дали задание, что именно больше нагружать этот фланг, именно там создавать давление. В принципе, еще говорю, если бы ребята забили и могли забить больше, ну, в принципе, оттуда два мяча и пришло. Если бы еще побольше забили, то, наверное, можно сказать, что на сто процентов они справились. Ну, так, во-первых, все-таки поздравить любителей футбола с началом сезона в городе Воронеже. Что касается сегодняшнего матча, то однозначно, наверное, в первом тайме мы ощущали очень сильное давление со стороны соперника. Вот, это, в общем-то, ну, выражалось, как бы, ну, в быстром забитом мяче раз, который, в общем-то, наверное, привел за счет, ну, яркого, наверное, индивидуального действия некоторых футболистов соперника, ну, в частности, наверное, Бурмистрова. А вот. И, ну, наверное, практически весь первый тайм нам приходилось очень тяжело, потому что соперник нас превосходил где-то и в индивидуальном мастерстве, и, в общем-то, и командные взаимодействия, в общем-то, были неплохие. Вот. К концу первого тайма, в общем-то, мы, ну, не то, что как бы выровняли ситуацию, ну, по крайней мере, у нас уже стали появляться какие-то подходы, плюс соперник стал сам ошибаться. А вот. Ну, и, в общем-то, в итоге, в итоге мы смогли забить мяч. Со стандарта, а непосредственно с углового. А вот. И поэтому, как бы, ушли на перерыв, на перерыв, ну, сравняв результат. Теперь, что касается второго тайма, ну, тут я уже думаю, ну, в общем-то, вышла совершенно другая команда, которая, в общем-то, ну, вон так. На данном этапе, я считаю, что показало очень даже неплохой футбол. Вот. Единственное, единственное, что, ну, конечно, огорчает, вот это тот непонятный, конечно, второй пропущенный мяч в наши ворота. Поэтому здесь надо будет очень внимательно посмотреть, как это все получилось. Вот. Ну, с другой стороны, надо отдать должное. В общем-то, мы, ну, теперь уже мы во втором тайме оказывали давление на соперника. И, в принципе, и, в принципе, концовку матча, я считаю, отправили очень достойно. И где-то, вот так говорит, этот матч могли, в общем-то, вот так говорит, свести к ничейному результату. Поэтому, еще раз я говорю, за второй тайм мы однозначно благодарны ребятам за то, что они, в общем-то, проявили, так говоря, и характер, и, в общем-то, и двигались неплохо. И еще раз я говорю, вот, учитывая, ну, и что мы, что соперник был довольно-таки квалифицированный, очень хорошая команда, которая имеет в своем составе, ну, и ярких футболистов, которые прошли, будем так говорить, школу премьер-лиги. Вот. Поэтому, считаю, что однозначно, в общем-то, учитывая, конечно, единственное, что только отрицательный результат, но мы, в общем-то, считаю, провели неплохую игру. Пожалуйста, вопрос. В каких компонентах прежде всего добавлять нужно факел в ближайших турах? Да тут, кто знает, одним, будем так говорить, компонентом, наверное, навряд ли отделаешься. В общем-то, здесь надо, ну, прибавлять во всех компонентах. В первую очередь, наверное, это касалось игры и в Томске, и касалось, наверное, первого тайма. Сегодняшние игры мы очень много давали свободы действия соперникам, особенно под штрафной площадью. Мы давали им свободно принимать, мы не атаковали их в момент приема, и за счет этого, в общем-то, будем так говорить, соперник имел достаточно подходов, будем так говорить, к нашим воротам. Ну, и однозначно, желательно, конечно, хотелось, чтобы мы более, что ли, агрессивно играли именно в атакующих действиях. Но здесь атакующие действия, все-таки, в большей степени, знаете, они зависят от того, каких ты мастеров имеешь, будем так говорить, в этой линии атаки. Вот, к сожалению, мы, по крайней мере, не можем похвастаться, допустим, такими исполнителями, ну, я имею в виду, как, допустим, у того же соперника сегодняшнего, как там Бурмистров, там Саная, тот же, допустим, там Померка, вот, я имею в виду, ну, как бы, называя группу атаки, группой атаки сегодняшнего соперника. Вот, так что, еще раз я говорю, здесь, наверное, как бы, надо прибавлять во всех компонентах. Можно? У меня такой вот вопрос, о каком вы тактику использовали, или будете работать в усилении, то есть, в защите, чтобы не подпускать соперника воротом, то есть, чтобы было меньше пропущенных мячей? Ну, однозначно, мы всегда будем отталкиваться в антаги, от силы соперника, от силы соперника. Сегодня, вот, еще раз я говорю, соперник, в общем-то, квалифицированная, очень сильная команда, которая, в общем-то, опять же, возвращаясь к первому тайму, которая просто заставила нас играть от обороны, вот, просто заставила нас своими активными атакующими действиями, они просто заставили нас играть от обороны. И поэтому здесь, однозначно, при таком давлении соперника, понятно, что нам надо было быстрее выходить из обороны в атаке, особенно при отборе, вот, что у нас, что у нас, к сожалению, не всегда получалось, вот. Ну, и еще раз я говорю, вот здесь надо было использовать вот эти моменты, плюс использовать, наверное, какие-то стандарты, вот, ну, непосредственно, как тот же угловой, который, в общем-то, привел к забитому, к забитому мячу, вот. А то, что по тактике, еще раз я говорю, вся тактика будет строиться от того, с каким соперником нам предстоит следующий матч. Спасибо большое. Сегодня Ломакин, Бирюков практически на голодном пайке были, Лебединка один пер, как танк, и в защите отрабатывал, и с мячом вперед бежал. То есть, все-таки, изначально вы же с одним, как бы, нападающим, да, с Бирюковым, насытив середину поля, пытаясь связать соперника, но из этого ничего не вижу. Но, как бы, если уж там углубляться прямо в тактику, в такую, как вы хотите, мы, в принципе, играли, как бы, с двумя нападающими. Бирюков, он был явно выдвинутый, Лебединка, учитывая опыт, вот, как бы, здесь такое связующее звено между средней линией и линией атаки. Вот. Опять же, я соглашусь с вами, что мы действительно, как, ну, не только там, Бирюков там, и, допустим, Лебединка там были на голодном паке, на голодном паке, но те же, будем так говорить, крайние хавы Афанасьев и Ломакин, они тоже, будем так говорить, ну, не столь ярко играли в атакующих, ну, будем так говорить, в атакующих действиях, потому что, еще раз я говорю, соперник просто нас заставил так играть. Еще раз я говорю, просто они были в первом тайме, ну, очень... Для Факела в этом году такие соперники 9 из 10? 9 из 9, о, 9, там, как вы говорите, из 10 и 9 будет, да, поэтому еще раз я говорю, вот здесь однозначно, ну, будем так говорить, с одной стороны, конечно, будем и подстраиваться, будем какую-то определенную тактику на игры выбирать, где-то, может быть, еще раз я говорю, может, где-то придется и сыграть и вторым номером, наверное, будем так говорить, больше уделить защите, вот, и повторяться, как бы, после отбора убегать, там, быстрые контратаки, вот, поэтому еще раз я говорю, сейчас вот зацикливаться на атаке, или, допустим, говорить, что вот мы сейчас будем играть, все время, там, первым номером, там, навязывать сопернику свою, будем так говорить, волю, конечно, сейчас, наверное, это преждевременно. Еще вопрос, следующий, два маленьких вопроса. Первый, после двух матчей, по вратарской бригаде, у вас есть вопросы? Не требуется все-таки посмотреть какие-то варианты, потому что для первой лиги ребята молодые, ну, как показалось, по крайней мере. Ну, честно говоря, по этим двум играм я не могу, будем так говорить, предъявить Диме, нашему основному вратарю, вот, на эти две игры, это претензии по, будем так говорить, по пропущенным мячам. Единственное, может быть, еще, может быть, где-то второй мяч в Томске, когда там пропустили мяч, где-то он мог выручить, но если брать сегодняшний, будем так говорить, пропущенные мячи, пропущенные мячи, будем так говорить, ну, я, по крайней мере, со своей стороны, я не вижу, будем так говорить, ошибок в этих пропущенных мячах, ну, что они, будем так говорить, на его совести, вот, а то, что, ну, опять же, там молодой он или там, как бы, еще раз я говорю, неопытный, ну, все это будет так, приходит во время игр, я думаю, наберет опыта, но, по крайней мере, еще раз я говорю, к нему в этих двух играх, я считаю, что претензий никаких нет. И второй мой вопрос, матч назначен на 17-0-0, следующий будет 17-0-0, и Александр Васильевич отмечал, душно, жарко, тяжело играть, в этом какая-то... Ну, я думаю, что, я думаю, что... Или в чем заключается, может быть, нет, нет, я не думаю, что мы тут это будем так говорить, это как в свое время, там, в советские времена, там, Пахтокору, как устраивал время игр, там, в 4 часа при 40-градочном жаре, поэтому, нет, здесь, как бы, это, ну, я думаю, что, наверное, мы, как бы, это, думаю, ну, не то, что там пересмотрим, а, как бы, посоветуемся, и, думаю, может быть, и действительно сделаем это. Я с вами вот даже полностью соглашусь в том, что, допустим, даже по динамике игры сегодняшней, какой был первый тайм, какой был второй тайм, ну, это просто видно было визуально. Спасибо. Спасибо.